Всем доброго времени суток друзья! Сегодня я расскажу вам о животных не показанных в художественном фильме Конг Остров Черепа, но присутствовавших в комиксе Остров Черепа Рождение Конга, являющимся спин-оффом к фильму. Первым на очереди является Психопадальщик. Это летающая рептилия, которая появляется в комиксе Остров Черепа Рождение Конга. Научное название Психопадальщика Вультура Инсанус происходит от слова «сервятник» и латинского слова «инсанус», что означает «сумасшедший» или «безумный». Патагий. Так называемая перепонка между конечностями и телом, мягкой ткани этого животного тянется через жесткую структуру кости. Примерно как у воздушных змеев, которые помогают без проблем разрезать потоки сильных ветров, бушующих над островом Черепа. У зрительных нервов животного нет световых рецепторов, что указывает на слепоту, но дальнейшие исследования нервных импульсов показывают, что существо развило своего рода тепловое зрение, которое позволяет ему находить добычу высоко паря по ночам. Имея тонкий слух, Психопадальщик издает щелчки челюстью и ноющие звуки гортанию. Это своего рода эхолокация, которая позволяет находить особи своего рода и ориентироваться в ночное время суток. Этот крылатый хищник, похожий на летучую мышь, может быть первым существом на Земле, которое проявляет признаки психопатии или безжалостности. Психопадальщик самопроизвольно вызывает психоактивные эффекты, активирующиеся при проглатывании ядовитых иглобрюхов, обитающих в водах острого Черепа. Мания этого химического агента побуждает психопадальщика к разрушению, вызывая у него повышенную агрессивность. Также в комиксе указано, что данные существа могут испускать электрические импульсы из пасти. Размах крыльев психопадальщика от 5 до 9 футов, или от 1,5 до 2,7 метра. И весит он от 50 до 120 килограмм. Следующими в моем списке являются смертельные шакалы. Хищные монстры, которые появляются в комиксе «Остров черепа. Рождение Конга». Научное название вида смертельной шакалы «Spinaia mortem» происходит от латинского слова «Spinaia», что означает «позвоночник», и «Mortem», что означает «смерть». В описании существа, представленного на китайском маркетинговом сайте по фильму «Конг. Остров черепа», название их вида было дано как «Spinaia folium», который снова происходит от латинского слова «Spinaia» и латинского слова «Folium», что означает «лист». Несмотря на внешний вид, напоминающий млекопитающего, связанного с псовыми, смертельный шакал имеет близкое сходство с плотоядными драмиозаврами, такими как велоцираптор, стоящими горизонтально на двух ногах, с передними конечностями, оторванными от земли, и длинным хвостом. У смертельных шакалов нет четко выраженной шеи и большой вытянутой головы. Кожа существа морщинистая и серая по цвету и украшена округлыми шишками и желтыми полосками. У смертельных шакалов есть грива из острых шипов, напоминающих волосы, и еще одна пачка этих шипов на обнаженном позвоночнике на спине. Согласно описанию существа, эти шипы столь же остры, как и бритва. Смертельные шакалы Смертельные шакалы – хищные существа, которые, как известно, охотятся друг на друга или даже поедают самих себя, когда трудно поймать или убить добычу. Согласно профилю монарха о смертельных шакалах, считается, что аппетит смертельных шакалов может быть удовлетворен только поеданием себе подобных. Профиль также характеризует смертельных шакалов как чрезвычайно жестоких и враждебных животных, заявляя, что трудно представить, что по их венам чечет что-то иное, кроме ненависти. У смертельных шакалов есть острые зубы и когти, которые позволяют им калечить и убивать свою добычу. Гривы из колючих шипов на головах и спинах смертельных шакалов невероятно острые и смертоносные. Кроме того, они, похоже, охотятся стаями, позволяя им ловить большие группы жертв. С ловкостью леопарда, силой икусы большой белой акулы, смертельный шакал является одним из самых гиперэнергичных существ на острове, с атипичной кровью молочно-белого цвета, богатой кальцием. Длину смертельных шакалов достигают от 6 до 12 футов или от 1,8 до 3,7 метра и весят при этом от 60 до 150 килограмм. Также имеется еще одно существо, появившееся в серии комиксов «Остров череп» рождения Конга, названное «Сирена-челюсть». Сирена-челюсть – это большой монстр, покрытый травой и корнями, а иногда и с деревьями на спине. Животное имеет большую челюсть с острыми зубами. У монстра также имеется пара мелких оранжевых глаз. Когда он наполовину погружен в воду, то напоминает небольшой островок, и монстр использует данную маскировку, чтобы поймать свою добычу. «Сирена-челюсть» – колоссальный, напоминающий крокодил и хищник, живущий в озерах и притоках южных джунглей. Его гибридная физиология демонстрирует некоторые из самых экстремальных примеров эволюции флоры и фауны. По мере взросления сирена-челюсть проходит через стадию, в которой небольшая часть лиственных деревьев начинает расти на его подобной скале-спине. По этим растениям можно определить, в какой части джунглей росло данное существо. Любому живому существу острова, которому вздумалось доплыть до этого в живого острова, суждено обнаружить, что у некоторых островов есть зубы. Длину сирена-челюсть достигает от 45 до 65 футов, или от 13,7 до 20 метров. Весит при этом от 6 до 15 тонн. Также на острове Черепа имеются млекопитающие, неописанные в комиксе и не показанной в фильме, латинское название которого Икарус Тигрис. Его китайское имя примерно переводится как «Святой тигр», а на некоторых концепт-артах оно упоминается просто как тигровое существо. Икарус Тигрис напоминает большого бенгальского тигра или белого тигра. На некоторых изображениях есть рога, а у других изогненные удлиненные саблевидные зубы. Помимо всего имеется описание выжившего члена экспедиции Монарха. Утром после этой спокойной ночи из джунглей выходят два саблезубых тигра и обнюхивают лагерь. Кто-то говорит «Не стреляйте» и они уйдут. Но один парень хватает винтовку и делает выстрел. Два этих тигра были парой – самец и самка, и после смертельного выстрела другой тигр входит в ярость. Он убивает парня. Это было похоже на развязывание войны, своего рода предвестник. Мы находились в месте, которого не понимаем, и теперь мы пробудили то, чего еще не успели понять. Могу сказать лишь, что даже саблезубый тигр не мог быть такого размера. Эта кошка была просто огромна. Длину святой тигра достигает 4,5 метров, в росте около 2,5, и весит от тонны до полутора тонн. Помимо вышеперечисленных, имеется еще одно животное, не имеющее описания, но с латинским названием Icarus folium. Известно лишь, что это было крупное арахноморфное существо, жившее в воде. Оно погружало свое тело под воду, выставляя на поверхность лишь свои конечности, заросшие водорослями и напоминающие деревья. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и вступайте в группу канала. Ссылка будет в описании.